Всем здарова, народ! С вами, как всегда, Юрч, ребятки, и мы продолжаем с вами играть и развиваться на проекте GTA 5 Drive RP. Что ж, друзья, на самом деле, я в последнее время очень много играю времени на данном проекте, меня он зацепил, отыграл уже около 8 часов, ну и сегодня будет, в общем-то, небольшой гайд, я буду делиться с вами информацией, которую узнал, ну и, в общем-то, давайте расскажу, как я вообще к этому пришёл и что как и было. В общем-то, один из вас, ребята, кто пришёл на проект по моему промокоду, в общем-то, подписчик, грубо говоря, да, я его встретил непосредственно на проекте и спрашиваю, что ты здесь делаешь, что ты трёшься, он говорит, я туплю, я не знаю, чем заняться, я не знаю, как развиваться и так далее, и так далее. Я постоял, подумал и, в общем-то, решил, что вот следующая серия будет посвящена именно тому, что я не то что расскажу, я вам прям покажу последовательно каждый шаг, как нужно развиться, чтобы у вас были первые деньги, ну и вообще было понятие, чем заниматься. Итак, ребят, начнём давайте с того, что вводите мой промокод, ссылочка на игру, соответственно, есть в описании, переходите, скачиваете, устанавливаете мультиплеер Rage, всё это есть там, прям в описании, даже ничего думать не надо, потом заходите на официальный сайт, качайте непосредственно весь пакет с машинами, который весит 3,5 гига, я советую вам делать так, потому что так будет быстрее, можете через Rage качать, но уйдёт больше времени. Заходите в игру и при регистрации вводите, ребята, мой промокод, мой промокод я вам показываю всегда, со мной вот уже играют 17 ребят, на самом деле я снимаю, вот буквально даже дня не прошло, я снимаю следующую серию, поэтому народ ещё не успел прибежать, но тем не менее, ребят, вас уже много. В общем-то, окей, вводите и, отыграв 2 часа, получите 40 тысяч, причём вы поможете мне, потому что на мой счёт упадёт 50 тысяч баксов, ну а я уж найду применение, куда их тратить, тем более я уже знаю, куда их тратить. Ладно, погнали, в общем-то, сразу много говорить не будем, сядем непосредственно в Skyline, я машину не менял, да и пока что, думаю, менять вообще не буду, потому что это нецелесообразно. У меня в кармане, как вы могли заметить, 435 тысяч долларов, из них какие-то деньги пришли благодаря вам за промокоды, какие-то деньги я уже заработал сам. Сейчас расскажу, покажу, где проще всего заработать, что более выгодно, ну и сколько по времени всё это заходит. Я поработал на 2-3 работах, ну и, в общем-то, уже сделал для себя выводы. Итак, ребят, вы появляетесь в самом начале непосредственно вот здесь в порту, вот в этом здании, да, то есть я думаю, что кто первую серию смотрел, тот помнит, если не смотрели, то пересмотрите, в принципе, это только третья серия. Вот здесь прям проявляетесь, здесь сразу есть аренда скутеров, вот на миникарте, получается, это значок мотика, но вам он не нужен. Вы можете его арендовать, но хотя смысла нету, просто добегите, получается, вот сюда в порт, я думаю, что вы видите, ребята по кораблю бегают. В общем-то, здесь работа грузчика на первом уровне, она доступна вам сразу. Ваша задача здесь заработать 3000 баксов как минимум, один ящик это 50 баксов, то есть вам нужно принести как минимум, вот считайте, сколько ящиков. 3000 баксов зарабатываете, все, бежите, получается, непосредственно сюда, в самое начало, арендуете скутер, я не помню, сколько он стоит, может быть, даже бесплатно. Если честно, реально внимания не обращал, потому что мне этот старт был немножко проще, мне Димка подогнал миллион, у вас же миллиона не будет, но тем не менее, у вас есть я, если что, вот такая полезная информация, думаю, она бесценна. Спрыгаете непосредственно на байк и едете в ближайший магазин. Зачем магазин? Все просто, купить себе еду. Еды очень много на проекте, я вам советую покупать самую дешевую, потому что все они работают одинаково. То есть вы можете купить себе Кока-Колу за 5 баксов, либо же купить себе гамбургер за 60 баксов. Работает это одинаково, весит это одинаково, поэтому смысла нету. Конечно же, тратить большие деньги, поэтому просто, ну, я не знаю, как играете вы, ребята, может быть, многие из вас вообще не играли, но я советую как минимум брать, ну, хотя бы 3 бутылочки, потому что показатель сытости, кстати, он желудок, да, снизу в правом углу, кто не знает, находится. Он, в принципе, ну, не так уж и быстро кончается, но тем не менее, 3 бутылки, им весит каждая по одному или по два вроде слота, да, поэтому как бы, ну, много не занимает. Вау-вау-вау, ты зачем выбегаешь на дорогу? Чуть парнишки не проехал, такой себе было бы. В общем-то, давайте, я прям заеду в магазин, покажу, что да как. Даже можете тем же самым маршрутом следовать, потому что почему бы и нет. Я вам покажу, зачем мы зарабатывали первые 3 тысячи, и, в общем-то, ребят, самое главное, если вы обзаведетесь своей машиной, то всегда ее закрываете. У меня доходило до такого абсурда, что я вот просто вышел из машины, вот просто вышел, зашел в магазин, вдруг откуда ни возьмись, появился какой-то парнишка и уже сел за руль, вы понимаете? Это я просто успел подбежать и закрыть машину, его, соответственно, оттуда выкинуло. Но если бы я не успел этого сделать, я бы остался без тачки. То же самое с багажником, мы про багажник поговорим отдельно. В общем-то, забегайте в магазин, мне, кстати, нужно тоже купить немножко. Вот, кола, она самая дешевая, стоит 5 баксов. Самая дорогая это гамбургер, который я покупал в серии, по незнанию даже 150 баксов стоит, охренеть! Я 450 баксов потратил внутри гамбургера. В общем-то, я куплю, ну, пускай у меня 2 будет, у меня там одна еще есть. В общем-то, вам больше ничего не нужно. Покупаете 3 штуки, вам этого хватит как минимум, ну, на часа 2 игры. Как раз добить непосредственно время в игре в онлайне и получить на свой банковский счет, получается, 40 тысяч баксов в самом начале. Так, давай только окно не бей. Ой, вот это, вот это, не знаю, это неизлечимо ни на одном проекте, мне кажется. Сейчас везде персонаж тупит. Кстати, если вы зайдете на игру и у вас довольно-таки мощный комп, если у вас стоят настройки максимальные, то вам нужно будет зайти непосредственно в настройки, ребята, я вам покажу, графика, перейти вниз, сейчас я покажу, и, в общем-то, убавить вот это качество текстур на стандарт. У меня обычно стоит очень высокое, но здесь очень много машин, реально очень много, плюс здесь дополнительно стоят всякие пальмы и приколы, поэтому из-за этого немножко прыгает текстура дороги. Умежаете на максимум, также фокусированную шкалу тоже нужно убирать, но я не убираю, в принципе, меня как бы сильно это не напрягает настолько. Поэтому, если что, тоже мотайте на ус. Ладно, ребят, мы купили себе еду, что мы делаем дальше? Дальше мы едем вот сюда, на пляж. А зачем мы едем на пляж? Все очень просто, нам нужна сумка. Что за сумка? Я думаю, что вы обратили внимание, вот у меня висит вот такая сумка. Она дает дополнительно то ли 60, да куда? Ты ёб твою мать, ну что с ним не так? Вот зачем он сел оттуда, когда он мог сесть нормально? Ладно, хоть пересел. В общем-то, сумка дает дополнительно то ли 60, то ли 70 слотов на то, чтобы переносить предметы. Я думаю, что вы прекрасно это сами понимаете. Вещь хорошая, можете просто сумку одеть и всегда с ней ходить. Сумка стоит полторы тысячи баксов. Я сейчас доеду, я вам покажу, как это все выглядит, чтобы вы прекрасно понимали, чтобы слепую не бегали, не искали. Сумка очень важна, тем более для того, чтобы заработать свои первые бабки. Поверьте, вам это нужно будет, потому что у вас нет ни машины, ничего. У вас просто арендованный скутер. Тем более нету квартиры. По поводу квартиры тоже поговорим отдельно. Кстати, ребята, я себе купил халупу. Я вам ее покажу в серии. В общем-то, самая дешевая. Мне удалось ее урвать прям вообще за бесценок, за 190 тысяч. В общем-то, мне доступен непосредственно автопарк на три машины. Так, мне уже звонят. Кстати, я забыл, ребята, вам показать. Я на серии, конечно, отвечать не буду, но я вам покажу свой номер. Чтобы получить свою симку на телефон, нужно зайти в телефон, клавиша M и, в общем-то, бейджер. Есть такая хрень. Заходите и покупайте себе новый номер. Вот мой номер. Если что, запишите себе в телефоне. Можете звонить, когда я играю. Я отвечу, разумеется, чтобы мы могли играть вместе с вами. Также, ребят, не забывайте входить и регаться в Дискорде. Ссылочка на него есть в описании. Я с ребятами там общаюсь. Ну и время от времени, если не забываю, то я захожу, как минимум, пишу. Типа, давайте, залетайте на Drive.RP. Если что, если я это пишу, значит, я как минимум час где-то играю на проекте. Может быть, даже и два. Поэтому не теряйтесь. Окей, ребят, мы приехали вот сюда. Вот, непосредственно на пляж. Давайте я заглушу движок. Заглушить движок двоечка. Так, ну и закроем машину, соответственно. Я теперь ее всегда закрываю. Заходите сюда. Покупаете сумку. Нажимаете на нее. А, две тысячи, ребята, стоят. Сорян. Тогда вам вначале нужно заработать не три тысячи баксов, а три с половиной. Чтобы у вас вот эти три начальные тысячи были хотя бы в кармане. Хотя можете не париться. Можете сами посмотреть. То есть вы появляетесь, у вас, получается, три тысячи в кармане есть. Две из них стоит сумка. Пятнадцать баксов стоит непосредственно. Но купить себе еды. Ну и, в общем-то, ребята, сейчас мы поедем с вами в мэрию, чтобы купить себе банковский счет. То есть номер карты. Это очень важно, потому что, как бы, с наличкой бегать не стоит. Потому что вас могут грабануть в любой момент. Ну и, в любом случае, потом в банк вы придете и все это дело положите. Я вам покажу, где находится. Потому что, на самом деле, я сам не знал. Все деньги, которые мне приходили на счет от того, что вы играли, мне приходили, как бы, на виртуальный счет, которого нету. Я не знаю, как это работает. Я пришел в банк, хотел деньги положить. Он говорит, а у вас нету карты, типа, нихера себе. Фуфил, ты что здесь делаешь? Я очень сильно удивился. Я не знаю, как это работает. Но, тем не менее, окей. Я купил себе счет и, как бы, все хорошо. Я вам покажу, где находится. Потому что, если вы сначала зайдете, вы не найдете. Я вам серьезно говорю. Я даже понятия не имел, что можно будет куда-то в подворотню зайти. Так, надеюсь, кстати, что, ребят, это видео вам будет реально полезно. Если вы давно хотели и вообще никогда не играли на GTA 5 RP проекте, то я вас приглашаю. Напомню, что здесь охерей какой здоровый автопарк машин. Здесь они постоянно добавляются. И, кстати, по машинам потом, когда уже я раскручусь, мы будем смотреть, ну, в общем-то, более подробнее. И, кстати, я сейчас плотно перешел на Drive RP. То есть, на других проектах, в общем-то, думаю, снимать сейчас не будет в какое-то время. Ну, и поэтому, в общем-то, рубрика «От бомжа до миллионера», правда, плавно перешла сюда. Потому что я развиваюсь сам. Я реально кайфую. Мне нравится пока что. Так, окей. Мы приехали в мэрию, ребята. Мэрия находится в центре города. Так, я не заглушил машину. Все, закрыть. Главное закрыть. Вот что-что. Главное закрыть. И, главное, ребята, если у вас появится транспорт, следите за уровнем бензина. Потому что он качается. Мама, не горюй. Это прям жопа боль. Так, окей. Мы забегаем непосредственно вот сюда, ребята. Кстати, кстати, кстати. Три с половиной тысячи. Что-то я вам мало сказал. Вам нужно будет купить еще, как минимум, права категории B, C, A. Ну, как минимум B, да. То есть это на управление автомобилем обычным. Хотя вначале оно вам не критично. Оно вам прям не нужно. Но в любом случае мотайте на ус, что как минимум вам нужно будет купить еще за две тысячи права. Так, заходите сюда. Полторы тысячи мы тратим сразу на банковский счет, на который мы потом будем скидывать деньги. Сюда заходим. За полторы тысячи вам дают счет. Получается непосредственно банковский счет. Где он находится? Находится он в инфо. Непосредственно вот он, банковский счет. Наш с вами, да, который вам нужен. Окей, ребят. Получили банковский счет. Теперь самое время идти на работу. На удивление, как вы знаете, здесь есть очень много работ. Здесь есть непосредственно работа по переработке, дайвинг, золото добыча и так далее, и так далее. А самая прибыльная работа, на удивление, это добыча, даже собирательство апельсинов и ананасов. Вот серьезно. Я то есть смотрел, я засекал по времени и реально выходит так, что это самая профитная работа. Что, зачем и почему, я вам покажу немножко позже. А сейчас давайте, в общем-то, прокатимся. И я вам заодно-то и покажу, как это работает, как собирается, чтобы вы понимали. Итак, что мы имеем на данный момент? Ребят, прошло 10 минут записи. Из них я трендел буквально сколько? Из них я трендел, ну, пускай минут 8, да? Все остальное мы как бы занимались делом. Ну и, в общем-то, за 8 минут у меня как бы есть все. Конечно же, стоит учитывать то, что вам придется заработать бабки. Один ящик примерно 1 минута. В общем-то, 3-4 тысячи баксов где-то, ну, побегать придется минут 15-20. Здесь ничего не сделаешь. Это начальная работа, как бы самая дешевая, за которую платят копейки, но тем не менее платят. И это уже хорошо. Так, в общем-то, мы сейчас поедем на апельсины. Хотя давайте я сначала, наверное, покажу вам свой дом. Да, я, наверное, вам покажу свой дом, потому что я тоже хотел показать, где меня искать. В случае чего есть. Я захожу в игру и, в общем-то, где я сейчас обитаю. Купила себе, получается, просто беспонтовую халупу в этом, как его пройдет, в Сэнди Шортс, недалеко от домика Тревора. Ну, прям ужасно страшно, но, как говорится, на первое время пойдет. Тем более за 190 тысяч. Это, пожалуй, наверное, самое дешевое жилье, которое мне удалось забрать. Дешевле, не знаю. Дешевле, мне кажется, не найдете. Потому что обычно такие квартиры поддаются где-то за 240 тысяч. 240 тысяч это довольно-таки большие деньги. Хотя по промокодам довольно-таки неплохо. Можно заработать, конечно, но и заработать можно на апельсинах. Что нужно учесть, когда вы едете на работу? В самом начале я в любом случае вам советую ехать на апельсины, либо же на ананасы. Буквка А это ананасы. Апельсины выглядят как розовый пакет. И находятся они... Сейчас покажу, где я на карте. Так, никто нажал. Получается, апельсины у нас находятся вот здесь. То есть вот здесь вы собираете апельсины. Мы едем сейчас на ананасы с вами. Итак, ребят. Сумка вам дает возможность перетаскивать где-то порядка 70 ананасов. Там же на месте обычно стоят барыги, которые у людей перекупают ананасы. И получается одна штука 100 баксов. То есть вы можете за 7 штук заработать 7 тысячи баксов в самом начале. Но это невыгодно. Почему невыгодно? На системе есть на проекте такая система, как курс валют, грубо говоря. Заходите в телефон, вот курсы. Здесь показано, по какому курсу сейчас на данный момент барыга скупает данный товар. То есть сейчас в актуале золото. Я только что собрал где-то за 15 минут, получается, 33 слитка золота. По курсу 470 баксов я его сдал где-то за 16 тысяч долларов. То есть, в принципе, для начала неплохо. Я бегал 15 минут. Но если посмотреть на ананасы. Ананасы сейчас вот 70 баксов стоят. Это плохой курс. Хороший курс это около 200 баксов. Я видел максимальный курс 182 бакса. Но я думаю, что где-то потолок должен быть 200. Ну, такой больше не будет. Хотя, может, и больше 180 нет. То есть, вы можете, если хороший курс, собрать ананасы, пойти продать барыги, которые здесь находятся тоже неподалеку. Я вам все это дело покажу. Если же курс маленький, вы можете прямо на месте продать всем, кто скупает. Потому что вначале, в принципе, вам бабки нужны. И вам, так как складировать некуда, у вас нет ни машины, ничего. Вам придется немножко, как бы, подкопить денег. Для чего нужно копить деньги? Тут, кстати, неподалеку есть точка, куда нам нужно заехать. Давайте я сначала сюда заеду, потом к себе домой. Первая машина. Первую машину вы можете купить себе, конечно, абсолютно любую. Хоть ту девятку, хоть еще что. Самая дешевая машина стоит 3000 баксов. Тюнинговать в самом начале машину я вам не советую. Это пустая трата денег, потому что, ну, какой смысл? Во-первых, у вас еще нету дома. У вас еще нету машины. Едем, в общем-то, непосредственно сюда. Как заработаем? 30 тысяч. Вам нужно реально 30 тысяч, чтобы купить себе более-менее хорошую машину. Ну, как хорошую машину? Хорошую машину, которая позволит вам больше зарабатывать. Только и всего. То есть, пока что вы первые, не знаю, несколько часов играете именно на то, чтобы поставить, так скажем, свой кошелек на поток бабок. В общем-то, сейф. А что за сейф? Я не знаю, что за сейф. А, купить можно было. Жалко, жалко, жалко. В общем, подходим в магазин, ребята, и смотрим. Машина, которую вы должны купить, это Chevrolet Silverado. Стоит она 30 тысяч баксов с нуля. На проект есть такое понятие, как первый владелец, второй владелец и третий владелец. И также нулевой владелец. Нулевой владелец, это тот человек, который купил данную машину с нуля. Непосредственно, да? То есть, с автосалона. Ну и, соответственно, один владелец, если уже был, то плюс один. Если два, то плюс два. Ну и после трех машина вообще обесценивается. То есть, как бы, она уже все. На ней уже много катались. Она, как бы, никому нахер не нужна. Соответственно, чем нульцей машина и чем меньше у нее было владельцев, тем она дороже стоит. Поэтому такая вот тема есть. И на авторынке тоже, как бы, тоже учитывайте, когда спрашиваете машины, когда есть и поедете. Кстати, Silverado тоже можно купить по дешевке. Можно забрать тысяч за 15, за 18, мне говорили ребята. Но, на самом деле, я, как бы, это дело не видел. То есть, все, у кого мы спрашивали, все уже либо продали, либо машин нету. Потому что Silverado, это, пожалуй, самая такая ходовая машина практически у всех, на которой все работают. Поэтому, мотайте на ус. Если получится купить по дешевке, то красавцы. Если нет, то копите 30 тысяч и покупайте себе Silverado. Кстати, Silverado у меня есть. Я, на удивление, зашел посмотреть на проект вечером как-то и встретил одного хорошего человека. Который, мало того, что рассказал мне про сервер, где что находится, как все работает, все механики. Мало того, что дал покататься на GTR и на Lexus. Прикольно, кстати. Я хочу GTR. Машина вообще пушка. Я бы с удовольствием со Skyline на него пересел, потому что мне реально очень сильно понравилась она. Ну и, в общем-то, ребята, непосредственно подарил мне тот самый Silverado, который вы только что видели. За 30 тысяч с нуля. И, если честно, я буквально где-то за час работы уже окупился. То есть, я заработал где-то 1050 в целом. И это очень хорошо. Правда, с апельсинами мне немножко не повезло. Я, как бы, их заработать заработал. А в итоге, короче, курс упал. Курс меняется каждый час. То есть, каждый час реального времени меняется курс. И, кстати, как я уже говорил, не забывайте заправлять свой бак. Бак, в общем-то, выглядит сверху справа, как вы видите, возле спидометра. И, в общем-то, если желтая полоска закончится, то будет такое себе. Можете купить себе, кстати, канистру. Но канистра весит, как бы, довольно-таки много. Поэтому тоже смотрите в оба. Итак, моя холубка. Вот она. Вот здесь я живу. Вот в таком вот домике. В общем-то, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Главное, что крыс нету. И уже хорошо. Так, все. Все, заходим. Выходим, вернее. Закрываем сразу же машину. Чтобы открыть багажник у вашей машины, нажмите, подадите Y. И, кстати, никогда не открывайте. То есть, можно через Alt выбрать вот так двери и открыть багажник. Никогда так не делайте. Потому что, если вы откроете, в него сможет залезть абсолютно любой человек. И, в общем-то, вытащить то, что у вас есть. Поэтому обязательно закрывайте. Ну и, в общем-то, двери и все это хрень, это вам, думаю, не нужно. Итак. Кстати, я хотел кое-что скинуть. Давайте я его переложу. Она не залезет, места нет. А, кстати, у меня еще, оказывается, был коктейльчик-то в машине, а я и забыл. Я взял себе канистру. Также ремкомплект взял две штуки, чтобы было. Чтобы починить машину, нужно стандартно платить 800 баксов за починку. Поэтому тоже, как бы, недешево. Вот такой вот у меня домик. Давайте покажу изнутри, как он выглядит. Надо так открыть, зайти. Кстати, надо его проплатить. Ну, в общем-то, такой дом. Мы с вами уже такую квартирку видели в отеле непосредственно, где я снимал, да? На РДС же. Вот что-то типа того. То же самое, абсолютно. В каждом доме есть вместимость. У меня 250 салтов. Сейчас пока у меня лежат ананасы. Когда только поднимется курс, я в два раза дороже продам все это дело где-то за 25 тысяч. Ну, надеюсь, как минимум тысяч 20 точно это уйдет. Плюс у меня еще там где-то в багажнике вроде валяется. Поэтому, как бы, вещь такая полезная. Когда будет дом, не забывайте оплачивать обязательно. То есть оплатить нужно за сутки, максимум 12 дней. И когда выходите из своего дома, обязательно, ребята, закрывайте. Потому что работает абсолютно так же, как и с машиной. Если вы откроете дом, и у вас будут вещи, то кому не лень, просто залезет в ваш дом и вас ограбит. Поверьте мне. Тут это практикуется, и, как я заметил, довольно-таки часто. Поэтому такое себе дело. В общем-то, всю нужную информацию я вам рассказал. Показал, как действовать. Думаю, что вам это реально поможет. Также, если найдете меня, позвоните в игре. Кстати, чтобы купить себе симку, нужно около полутора вроде или двух тысяч долларов. Тоже такой себе. Ну, и, в общем-то, на ананасах ничего сложного нет. Вы едете непосредственно с сумкой туда, на поле, где собирают ананасы. Устраиваетесь на работу, бегаете от точки А в точку Б, собираете ананасы. Один ананас занимает два слота. Что такое два слота? Давайте покажу. То есть у вас общий объем, вот сейчас вместе с сумкой, 140. Если я сниму сумку, общий объем 80. Поэтому сумка как бы нужна. Вы ее одеваете, и все. И все у вас хорошо. Потом. Вы можете собрать, получается, сколько? Если по два, 70. Ну, грубо говоря, в среднем 70 ананасов. Если у вас ноль слотов, если у вас ничего лишнего нету, у вас будет только коктейль. То, грубо говоря, 70 ананасов. Вы продаете по сотке барыгам, которые там стоят, если они там стоят. И получается 7 тысяч баксов. Вначале хорошо. Если хороший курс, ребята, то есть если сейчас вы заходите в курс, и ананасы стоят, допустим, там 150, то можете в самом начале смело ехать продавать. Ваша задача купить, во-первых, Сильверада, чтобы у вас были деньги, а потом найти себе домик. Домики на карте отображаются с помощью вот таких вот желтых зданий. Это которые домики продают игроки. Самый дешевый дом я забрал за 190 тысяч. Дешевле не видел. Максимум продают за 240. Ну, это и вообще, в принципе, максимальная цена продажи данного домика. Зеленые домики это то, что продает ГОС. Но там цены бешеные. Я ездил, катался по Вайнвуду. Там цены от 12 лямов. Короче, это 16, 20. Ну, очень-очень-очень много и очень дорого. В общем-то, работайте на ананасах. Если все хорошо, вот здесь это находится. Едете потом к барыге. Продаете, едете обратно. Работаете туда-сюда, туда-сюда. Собираете первые бабки. Ваша цель накопить на первый дом. Ну, и, конечно же, у вас, если уже есть Silverado, то, в принципе, потом уже копить на машину, которая вам нужна. Данная постройка, которая у меня есть, это эконом-класс, позволяет иметь три машины. В общем-то, это, наверное, все, что я вам хотел показать и рассказать. Я думаю, что вроде получилось объективно и довольно-таки подробно. Поэтому, если что, обязательно влепите лайкос. Играйте со мной. Давайте я вам напомню, повторю, что нужно ввести вот этот промокод при регистрации. И, отыграв 2 часа, вы получите 40 тысяч баксов. Кстати, я заметил, что я начал играть. У меня было меньше денег, и вот за кого-то тоже деньги пришли на счет. Что очень круто. Мне это пригодится. Как минимум, нужно купить вторую машину. Вообще, в идеале, купить машину нужно с большим багажником. Но, к сожалению, какая из них с большим багажником, пока не знаю. Это нужно уже смотреть и спрашивать у ребят, кто уже покупал машину. Ну, и уже делать из этого выводы. Играйте со мной, ребята. С вами был Юльич. Большое спасибо, что смотрели. Увидимся в игре. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok